Электросварщик Николай Мишутин вот уже почти полвека ремонтирует грузовые и пассажирские суда. С недавних пор стал их еще и строить. Сейчас работы прибавилось. Завод заключил контракты на несколько речных катеров и одно морское грузопассажирское судно. Зарплата будет, народ будет. А народ будет, значит, все быстрее будет делаться. Как идут дела на Самарском судостроительном предприятии «Нефтефлот», проверил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, член Центральной ревизионной комиссии Народного фронта Владимир Гутенев. На встрече с заводчанами обсудили перспективы пассажирского судостроения в условиях санкций и импортозамещения. Для нас очень важно сформировать преференции. Преференции для наших предприятий. В первую очередь преференции налоговые, экономические, финансовые. Только консолидированная работа команды Дмитрия Игоревича Азарова, которые очень эффективно лоббируют интересы региона. Наша промышленность, которая имеет и традиции, и действительно огромный потенциал развития. Те предприятия, которые могут формировать рабочие места с хорошей заработной платой, должны получать важные перспективы. Сейчас это происходит. Предприятие сейчас на подъеме. Оно не только ремонтирует пароходы и баржи, но и строит новые. Сейчас на стапелях три круизных катера, на очереди еще два. Также заключен контракт на восемь судов для гидрографических изысканий на реках и акваториях портов. Кроме того, устанавливается оборудование для изучения мелководий. В декабре прошлого года предприятие получило госзаказ на строительство морского грузопассажирского судна. Цена контракта почти 6 миллиардов рублей. На воду паром должны спустить в сентябре 26-го года. В Самарской области не только строятся ракеты и автомобили. Мы же еще и строим суда, и Самара в том числе и судостроительная. Много лет, десятилетия, столетия практически в Самаре ничего не строилось. Мы понемногу эту традицию прошлых веков восстанавливаем, возобновляем, строим достаточно современный и новый флот для России. Помогает развиваться Самарскому судостроению Общероссийский народный фронт. В апреле этого года под председательством Владимира Гутенева прошло заседание актива ОНФ на тему совершенствования системы регулярных и туристических речных перевозок в регионе. По итогам предложено улучшить лизинговые программы при строительстве судов, упростить утилизацию списанных, субсидировать тарифы на перевозки, более качественно подготовить флот и причалы к предстоящей навигации. Надо просто жить в своей стране, в России, работать на своей земле. И, как Владимир Владимирович сказал, не только работать, но и отдыхать в России. В ходе визита депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился со студентами Волжского университета водного транспорта. Пообщался на темы профориентации и стажировок. Будущие капитаны механики судов уверены, они сделали правильный выбор. Мы как изучаем и старые модели, изучаем и новые модели. Потому что независимо от какого на какое судно мы попадем, мы должны знать и те, и те версии. Имеются огромные перспективы. Именно особенно сходить на новых судах, понять, как они устроены, испытать их. Чтобы реализовать все намеченные планы, судостроительные предприятия готовы к реконструкции и модернизации производства. На обновление мощностей с помощью региональной и федеральной поддержки может уйти три года. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.